Есть в целом два способа создать семью. Первый способ – это способ, во время которого люди притягиваются друг к другу своими качествами. Когда люди притягиваются, мужчина и женщина притягиваются друг к другу. Это притяжение имеет природу половых энергий. Это не высокие энергии. Это энергии наслаждения телом друг друга, характером друг друга. Это не очень высокие энергии. Ну то есть этот способ не высокий, но это хороший способ. Когда люди хоть как-то притягиваются друг к другу, это всегда хорошо. Хорошо, что люди влюбляются друг в друга и наслаждаются друг другом, потому что это создает семью. Это хорошо. У вас такой способ слабо работает. Это не ваш способ. Итак, первый способ. Все равно Бог дает человека. Кто нашел себе сам человека? Поднимите руку. Вы очень разумные все. Иногда поднимает кто-то руку. Я говорю, найдите пять лит в городе. Попробуйте. А человека найти гораздо тяжелее, чем деньги на улице. Вы идите, ходите по городу, ходите, ищите, и вы не найдете сто процентов. Так человек. То есть Бог дает человека. Причем даже это видно, когда даст. Видно, чувствуется, что даст скоро человек. Этот способ не ваш. Первый не ваш. Просто люди примагничиваются друг к другу. Не ваш способ. Сразу возникает вопрос. Почему? Почему не мой? Что такого нехорошего я сделал? Есть два, есть две вещи, которые бывают в нашей жизни. Одно это наказание. Иногда женщина наказана с прошлой жизни за то, что она неправильно себя вела в личных отношениях. Она наказана тем, что ей тяжело создать семью. Частично это ваше. Частично это ваши проблемы, но не полностью. Есть еще один момент. Он заключается в том, что в прошлой жизни вы хоть и вели себя в мужском теле неправильно, и игнорировали женщин, вы тем не менее в прошлой жизни занимались духовной практикой. И это сделало на вашей судьбе определенный отпечаток. Отпечаток заключается в том, что вы не можете создать семью просто на основе половых отношений. Вы можете создать семью, если вы пойдете духовным путем. Духовный путь — это не путь одиночки. Человека, который просто где-то сидит, молится и ни с кем не общается. Поймите, что чем более духовные люди становятся, тем они ближе друг к другу становятся. По-настоящему духовной практикой занимаются только те люди, которые находятся в очень близких и глубоких отношениях друг с другом. Близких и глубоких отношениях. То есть по факту люди, которые занимаются духовной практикой, они создают большую семью. Эта семья большая называется верой, моей верой, моей средой духовной. Есть разные духовные среды. Есть католические, православные, ващнавские, буддистские и так далее. Много разных сред духовных есть. И только когда человек попадает в такую среду, это можно назвать настоящей серьёзной духовной практикой. Всё остальное — это баловство. Потому что к Богу не придёшь в одиночку, это невозможно. Потому что он Личность, и он любит только очень личностные, близкие отношения. Если человек не хочет ни с кем близких отношений, он не может быть близко к Богу. Итак, второй способ для вас создания семьи — это когда вы входите в какую-то такую семью и начинаете интенсивно заниматься духовной практикой. И Бог сразу же, как только вы это сделаете, сразу же приклеивает вам мужчину, который тоже идёт таким же путём. Это ваша цена, которую вы должны заплатить. Если вы не хотите её платить, не хотите входить ни в какую духовную среду, значит, тогда вы не сможете создать семью. Теперь у меня к вам вопрос. Ваше сердце откликнулось на то, что я сказал или нет? Вы почувствовали это? Ну, я уже находитесь, значит, находитесь пока слабо. Надо глубже это делать, глубже. Чем глубже, тем личностнее, чем личностнее, тем ближе. Чем ближе, тем быстрее приклеится. Такая система. И вот это уже не зависит от кармы. Вот это уже не зависит от судьбы. Это просто духовные отношения. И они тоже есть такие духовные отношения, когда создаётся семья на основе духовной жизни. Создаётся семья. Если ваше сердце обрадовалось сейчас, значит, всё нормально. Мы, значит, с вами понимаем друг друга. Видите, когда человек узнаёт правду, у него нет такого, ой, почему я вот этого не могу. Он радуется просто, ему хорошо становится, радостно, потому что он узнаёт свою правду. Причём правда, она для многих людей бывает непонятной. С чему тут радоваться? Например, одна женщина пыталась выйти замуж много лет. Она слушала лекции, работала над собой. Это было в одном сибирском городе. Не буду там уточнять конкретно. И она подходила каждый раз, когда я туда приезжал, говорит, ну когда? Я уже всё делаю. Я работаю над собой, я всё делаю. Я говорю, надо ещё потрудиться, потому что что-то не видно конца и края вашего труда. Вам надо ещё работать и ещё. Ничего пока не вздвигается с места. И когда несколько лет прошло, я посмотрел на неё и сказал ей, вы знаете, мне кажется, что вам вообще вот это не ваш путь замуж выходить. Вам надо идти в монастырь. Если я, допустим, кому-то из вас это скажу, вы остолбенеете от шока. Знаете, что с ней произошло? Она запрыгала, говорит, я так и знала, я так и знала. От радости. Видите, у неё сердце уже давно и говорило, это твой путь другой. Некоторые говорят, а что там хорошего в этом монастыре? Согласно священным писаниям древним, ведическим, самая счастливая жизнь у человека на земле может быть только, когда он монах. Отречённая жизнь — это самое счастливое, потому что там самые возвышенные отношения строятся, самое лучшее, что может жизнь человек получить, если он живёт отречённой жизнью. Но это отречённая жизнь только для избранных людей. Все остальные не могут получить счастье в отречённой жизни. Они могут прийти в монастырь, попытаться это делать, у них ничего не получается, и они возвращаются назад. Но даже это хорошо, если человек просто поживёт монахом или монашкой какое-то время, то он получит такой уникальный опыт, что потом все вопросы его судьбы немедленно решатся. Понимаете, есть два принципиальных подхода, как найти себе близкого человека. Один подход — это гулять. Ну то есть гулять означает по-русски, то есть заниматься сексом со всеми подряд. И какой-то прицепится. Это западный подход, то есть это то, что сейчас все делают. То есть все гуляют, пока кто-нибудь не прицепится. Это этот подход ненаучный. Почему ненаучный? Потому что с каждым новым человеком силы твои привязать к себе человека тают. Потому что на это нужно благочестие. То есть мы говорили о том, что с каждым человеком завязывается вот эта вот ниточка, что между мною и тобой ниточка завяжется. Это ниточка из чего? Из благочестия нашего завязывается. Мы его сжигаем с одним человеком, потом к следующему. И с каждым новым человеком меньше благочестия, меньше благочестия, меньше шансов выйти замуж, меньше шансов выйти замуж. И потом уже у меня один знакомый в Москве, Он так вот нагулялся, хороший человек, но он пошел вот таким путем. И он говорит, что-то вот не могу, такой парень хороший, в полном расцвете сил, 40 лет всего, молодой. Ну то есть молодой парень, красивый такой, и девушки любят его, он нравится всем, нравится девушкам, не может создать семью. Причина, быстро кончается ниточка. Только полюбили, две недели прошло, все, любовь закончилась. Почему? Потому что нагулялся. Бабушка приходит к врачу, 80 лет, говорит, что-то я не мочусь. Он ее исследовал, говорит, бабушка окончилась моча уже 80 лет. Ну так я ему говорю, у тебя кончилось это, говорю, сила. Ты все, нагулялся уже. Он говорит, что делать? Я говорю, просто из чувства долга, возьми себе девушку. Он говорит, я так не могу, мне надо наслаждаться с ней. Я говорю, тогда один останешься. Смотрите, второй способ, второй способ. Допустим, вот есть вот эта вот возможность, сила, магнетизм есть, примагничиваются люди, но не те. Это значит, что ничего не надо делать. Надо просто молиться, работать над собой, развивать себя как личность, потому что ты не дотягиваешь до тех, кого надо. И вот это называется правильный способ. Потерпела немножко пару лет, и раз притянулся кто надо. Если ты ловишь рыбку, и рыбка не так льет, это значит, что ловишь не в том водоеме. Надо поработать над собой, возвыситься, и приехать в тот водоем, где плавают чистые лебеди красивые. И там, в этом водоеме, ты сможешь хорошо порыбачить, построить глазки. И там клюнет хорошая рыбка. В хороших местах хорошие рыбки клюют. И потом ее надо медленно вытягивать аккуратно. Потому что хорошие рыбки, большие рыбки, их вот так не вытащишь. Надо потихонечку дружить, как бы потихонечку вытягивать. И потом раз с очком подцепила, когда она близко подплыла, и все. Ты же обещал за меня замуж? Жениться на мне обещал? Женись. Все. Но это не ваш случай. Ваш случай – это духовная жизнь. С наслаждением слушаю ваши лекции. Я тоже наслаждением слушаю лекции своего наставника. Испытываю большое счастье. И вот этого человека еще. Вот этого. Когда слушаю его лекции, я просто таю от счастья. Удивительный человек. Мне 50 лет. Я нахожу в сердце подтверждение, что все правда. Что так действует система. Через многое в этой жизни я уже как бы и прошла. Глядя на успехи мужа, не так уж и плохо мне удалось. Но осталось для меня очень сложное задание – научиться радоваться жизни. Я сегодня перед лекцией сидел неподвижно вот так вот. Думал о том, как мой наставник предан своему духовному учителю. Я когда вспоминал об этом, когда вспоминал его преданность своему духовному учителю, в этот момент я чувствовал, что Господь заходит в мое сердце. Я испытывал радость. И так продолжалось два с половиной часа. Я вот сидел, вспоминал, как мой духовный учитель предан своему духовному учителю, как он верит ему, как он служит ему. И в этот момент я испытывал радость. Причем это по судьбе, по карме мне не положено в это время было испытывать радость. По карме я сейчас должен болеть вирусной инфекцией. Я, в принципе, немножко болею, но это не сильно мешает мне жить. То есть бывает радость по карме приходит, а бывает она приходит, потому что ты делаешь правильные вещи. Ну, то есть два варианта радости в этом мире. Испытывать радость означает сдать экзамен. Это правда очень сложное задание, потому что когда человек испытывает радость, он побеждает судьбу. Есть два варианта испытывать радость. Один вариант прожигать судьбу. Когда мы едем, допустим, на какой-то необитаемый остров, у нас отпуск. И там... Это называется прожигать судьбу. Это тоже счастье. Ну, то есть мы чем-то занимаемся там. У нас есть благочестие какое-то, и мы его просто едим, кушаем там. У нас его много накопилось, надо немножко истратить. И мы просто там с аквалангами плаваем. На недельку до второго я уеду в Комарова, поглядеть отвыкшим взглядом на Балтийскую волну. И на море буду разом, кораблем и водолазом. Вот. Это один способ быть счастливым. Второй способ — это радоваться победе над судьбой. Когда ты чувствуешь чистоту человеческую. Чувствуешь... Потому что мы как по жизни? Что чувствуем в основном? Боль от недостатков людей, недостатков характера. Боль от того, что они нас предают. Боль испытываем от того, что они делают нам гадости. Но если человек не думает обо всем этом, он принимает это как свою судьбу. А думает о чистоте человеческой, то в это время он побеждает свою судьбу и испытывает счастье. И это счастье вот по сравнению с тем счастьем, которое как бы человек испытывает, вот радуясь просто погоде, природе, климату и друг другу. Это счастье, вот когда человек побеждает судьбу, оно тысячу раз слаще. Тысячу раз слаще и оно завораживает очень сильно. Даже просто говорить об этом уже завораживает. Просто говорить об этом счастье уже. Счастье необыкновенное наступает. Просто говорить. И даже просто слушать об этом. И то очень большое счастье. Так как у меня была сногсшибательная роль жертвы, это довольно-таки сложно. И моя сверхчувствительность рождения, у всех женщин сверхчувствительность рождения мне не помогает. трудно, понемногу разные вещи захватывают и возникают сильные головные боли. Я в зале нет, но я знаю, что если я публично вынесу свой вопрос, а еще именно к вам, сдвиг в этом направлении будет. Смотрите, если у вас есть головные боли, надо лечиться. Понимаете, есть разные испытания. Одний человек может с помощью своих усилий победить, а другие ему надо обязательно отдать кому-то. Потому что если человек не отдает кому-то свои испытания, то в этом случае он проигрывает. есть четыре вида кармы. Первый вид – легкая карма. Я могу вылечить сам себя, просто сделав то, что мне хочется сделать. Выпить какую-то травку, вылечил. Это значит легкая карма. Дальше средней степени тяжести кармы. Что это значит? Это значит, что я могу вылечить себя с помощью врача. Но для того, чтобы вылечить себя с помощью врача, надо сначала помолиться. Потому что очень трудно себе найти врача, которому бы ты верил. Потому что вера – это не моя штука. Я не могу просто взять кому-то вот так и поверить. Это не моя штука. Вера – это награда. Это божественная вещь. И поэтому, если нашелся врач, который может тебя вылечить, это означает, что это произошло по милости Бога. Допустим, вы скажете, Олег Геннадьевич, а вы вот ведь такой врач, вылечите. Не факт, что вы будете мне верить. И не факт, что я смогу вам помочь. Не факт. Это все зависит от милости Бога. Поэтому каждый врач находит своего пациента, каждый пациент находит своего врача. И это происходит в результате, опять же, отношений с Богом. Внутренняя жизнь сначала у пациента должна произойти какая-то. Должен желать всем счастья, молиться, для того, чтобы у него в сердце появилось чувство такое «вот ты какой северный олень! Вот ты какой врач!» Надо почувствовать это чувство. Вот это чувство, что там меня помогут. У меня как-то много лет назад была одна пациентка с псориазом, кожная болезнь такая, ну, трудноизлечимая. И она год ко мне ходила, чтобы я ей помог. А я не мог ей никак помочь. Я ей так, и так пытаюсь. И знаете, я ей помог. Она меня заставила научиться лечить эту болезнь. Своей верой. Просто заставила меня вылечить ее, и все. Ходила, и все. Ты мне поможешь, и все. И мне пришлось вылечить ее, научиться понять, как это действует. Это средняя степень тяжести кармы. Тяжелая карма. Врач помочь не может. Ну, допустим, по судьбе человек может вылечиться. Человек может вылечиться. Врач не может помочь. Тогда человек должен идти туда, где занимается духовной практикой. Его вылечит какой-то священник. Это уже не врач. Священник тоже самое может травы назначать. Но это уже не врач. Это человек с духовной силой. У которого есть духовная сила. Что такое врач делает? Он использует энергии материальной природы. Какие энергии он использует? Самая примитивная энергия – это энергия химических реакций. Этим занимается большинство врачей. Они дают просто таблетки и происходят какие-то химические реакции в организме. Это самый примитивный слабый вид лечения. По факту он не вылечивает хронические заболевания, потому что все хронические заболевания находятся в тонком теле. Не в грубом, а в тонком. То есть в тонком теле есть забитые каналы какие-то психические, которые не дают возглавия. Есть возможность нормально функционировать организму. Понимаете, забитые каналы. Вот допустим, вы кивнули мне, я решил с вами пообщаться в зелененьком. Вот у вас забит канал, смотрите, есть канал определенный, который связан со следующими органами, психический канал. Он связан с позвоночником и связан с головой. Этот канал у вас, начиная от груди, забит. Это означает, что у вас бывает тяжесть в шее, там боли вот в шейном отделе позвоночника и головные боли. Редко. Но так или иначе у меня вообще не бывает. Ну то есть понимаете, это означает, что у каждого человека какие-то каналы забиваются. Это с рождения всегда у людей одинаково, ничего не меняется. Есть склонность, допустим, к нарушению в каком-то канале. Допустим, у вас на втором ряду женщина, беленьком, да. У вас нарушен канал, связан с давлением артериальным. С давлением. И есть склонность вот к тому, что меняется погода, меняется давление в голове. Но он не сильно забит. То есть он только вот часть головы страдает от этого. Дальше все нормально. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что когда канал забивается, вот этот вот тонкий, то можно вылечить этот канал с помощью таких же психических энергий. Эти психические энергии содержатся в воде, которая течет в реке или в озере. В воде, которая находится в природе. Дальше. С помощью земли, с помощью травы, с помощью деревьев, с помощью гор, с помощью солнца, с помощью ветра можно вылечить эти болезни, которые связаны с психическими каналами. Но это может вылечить только тот человек, который чувствует эти энергии, как это все действует. Кому-то не хватает энергии ветра, кому-то не хватает энергии воды, кому-то не хватает энергии солнца, кому-то не хватает сразу двух энергий, кому-то не хватает энергии деревьев и так далее. Когда врач это понимает, как это все действует, он может очистить эти каналы. Также человек может очистить по совету врача эти каналы другим способом. Этот способ называется аскеза. То есть аскеза это что такое? Это увеличение внутренней силы в организме. Такими аскеллезами, которые очищают каналы психические и вылечивают человека, является пост. Пост, когда человек просто не ест. Но он не должен просто не есть, он в это время должен молиться, потому что если он не молится, он думает о еде. Не ест и думает о еде. А вот такой пост, когда человек не ест и думает о еде, он еще хуже, чем не постится. Если человек не ест и постоянно думает о еде, он разрушает просто свое здоровье. Единственный вариант это поститься, это не думать о еде, о молитве и какая-то деятельность. Допустим, человек постится и в огороде копается, ему нравится, он забывает про всё, он с землёй там копается в огороде, может так поститься, лечиться. Пост лечит человек. Дальше, вот как я лечусь? Я лечусь с помощью статических упражнений. Допустим, согнулся как-нибудь и застыл в этом положении на 10 минут. Прочищаются каналы в результате постепенно. Тебе хочется выйти из этого положения, но человек расслабляется и терпит. Постепенно становится всё тяжелее и тяжелее, потом раз, легче стало, пробились каналы. Это второй способ самого себя помочь. Третий способ самому себе помочь, вылечить себя, это деятельность, которая приносит счастье другим. Допустим, женщина берёт и начинает помогать бабушке какой-нибудь. Она заботится о ней и радость испытывает в это время. Это лечит, даёт здоровье обоим. Не пахать ради денег, это убивает здоровье. Работать для денег убивает здоровье. А трудиться на благо других даёт здоровье. Человек садит деревья, человек огород, допустим, выращивает и так далее. Это радость приносит. Но если он для себя огород выращивает, то он психует постоянно. Это не лечит уже. Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка, приносит розу вам на грудь, цветочница анютка. Ну то есть это приносит здоровье. Разные пути. Допустим, когда человек вот так вот через любовь к другим, то сначала лечатся гормональные функции человека, а через гормональные функции лечится весь организм. Когда человек статические упражнения делает, то лечатся тонкие каналы сначала, потом всё остальное восстанавливается. Через пост, когда человек лечится, тоже тонкие каналы сначала лечатся, потом всё остальное. И так далее. Есть методы, с помощью которых сам человек может себя вылечить. Но проблема в том, что мы не можем сами себя лечить, у нас нет энтузиазма. Энтузиазм это означает сила заставить себя поститься. И вот эта сила может принадлежать врачу. Он может сказать, иди постись. Это раз и пошел. Появилась сила. Почему? Потому что врач этот сам постится, у него есть сила такая. Людям давать такое знание. Понимаете? То есть, когда врач лечит, дает человеку возможность саму себя вылечить, это значит, что он сам это практикует. Вот такие врачи могут вылечить тяжелые неизлечимые заболевания, которые сами что-то практикуют. Но врачи, которые не практикуют ничего, просто таблетки дают, вот если они с любовью лечат человека, они могут помочь избавиться от обострений. Вот, допустим, голова сильно болит, врач хороший, добрый, просто дал таблетку, ты выпил таблетку, раз, прошла голова. Но это не значит, что вылечил головную боль. Сейчас тебе легче стало, и это тоже хорошо. Иногда бывает, что человек просто в тяжелом состоянии находится, ему надо ехать на скорой помощи. Ну, приехал там хороший врач, раз ему уколы сделал, ему помогло. Некоторые говорят, что это плохо, плохая медицина. Нет, это не плохая медицина. Это не плохая медицина, потому что эта медицина, она выводит людей из тяжелых состояний, она лечит несчастные случаи, она помогает людям, когда они рожают, она лечит тяжелые инфекции. Это хорошая медицина, но она не всегда помогает, эта медицина. Она помогает только в острых состояниях. А если говорить о хронических болезнях, то помогает медицина, которая связана с природой, с природой, окружающим миром. Энергии природы очень сильные. Мы даже представить себе не можем, насколько сильна энергия Солнца. Если правильно на нее настроиться, человек может все вылечить. Мы не знаем, насколько сильна энергия воды, мы не знаем, насколько сильна энергия Земли. У нас нет понятия об этом, обо всем. Мы хоть и живем на Земле, мы не пользуемся ее силой, потому что мы заняты своими делами постоянно. Итак, «не помогло» означает тяжелая карма. Не помогло. Это значит, что надо более высокие силы искать. Это сила веры. Когда человек молится, в молитве лечит другого человека. Это сила мощнее. Ко мне в Индии приехала одна женщина с маленьким ребенком. Ребенок был обездвижен. Ему там полтора года. Бездвижен. Не мог двигаться совсем. Просто глазами копал и все. Вот. И она у меня лечилась, я ей не помог. Не смог ее вылечить. Ну, ничего не помогает. Я говорю, ищите молитвой, лечение молитвой. Она пошла искать. И в Дели нашла священников. Они четверо сели по четырем сторонам света, положили ребенка. И 12 часов молились за него. Бесплатно. Бесплатно. Ну, ничего они не взяли вообще у нее. Просто встали и пошли. И сказали, если суждено этому ребенку двигаться начать, то в течение нескольких недель он начнет потихоньку двигаться. Так оно и произошло. Начал потихоньку шевелить пальчиками, потом ноги двигать, руки начал. И ожил. Начал двигаться. Все. Но через пять лет она сделала ему прививку одну и убила его. Этой прививкой. Ну, так прожил ребенок пять лет. По крайней мере. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что вот это называется тяжелая карма. Что вылечить можно только молитвой человека. Это называется тяжелая карма. Но есть еще один вид кармы, с которым мы никогда не согласны. Это вид кармы называется непреодолимая. Ничего нельзя сделать. Ничего нельзя сделать. И тогда человек должен думать уже о том, как с этим жить. Или как с этим уйти из этого мира. Потому что самый главный экзамен в своей жизни человек сдает, когда он уходит из этого мира. Мы думаем, ну, что это за экзамен? Уже все. Все закончено же. Нет, мои хорошие. Все только начинается. Деды говорят, в момент смерти, если человек настраивается на Бога, на святых людей, и с этими мыслями уходит из мира, то страдания для него закончились. Он попадает в ту атмосферу, где есть только счастье. Он сдает все свои экзамены и уходит в духовную атмосферу, где нет страданий. И я видел такие уходы. Я когда в Индии был, мне приходилось видеть, как люди оставляют тело, потому что я работал в госпесе. Люди приезжали оставлять тело туда. Уже тяжело больные, но люди, занимающиеся духовной практикой. И они оставляли тело с молитвой, с улыбкой на лице. С улыбкой на лице. И перед уходом они говорили такие вещи, которые нам и не снились. Один человек, допустим, он оставлял тело, его жена была рядом. И у него зазвонил телефон. Но телефон не звонил на самом деле. Он говорит, дай мне телефон, мне звонит телефон. Она дает ему телефон. Он говорит, алло, да, я все понял, спасибо. Кладет трубку. И она говорит, кто тебе звонил? Он говорит, мне мой духовный учитель звонил. Он сказал, ты вот уже очень скоро ко мне придешь. Готовься. На следующий день. Он говорит, благодать-то какая. Смотри, как красиво все. Смотри, какие живые существа какие-то божественные вокруг. Посмотри в окне, в окно, что происходит. Жена пошла, открыла окно, говорит, ничего не происходит. Все как было, так и есть. И когда она на него посмотрела, она увидела необычный уход. Она увидела, как человек в радости, вот так с открытыми глазами оставил тело. Это называется жизнь, которая дает правильный результат. Человек правильно жил, получил правильный результат от жизни. Но он жил не для себя. А мы живем для себя. Поэтому результат неправильный получается. Видите, никто меня не спросил, из тех, кто записки пишет. Олег Геннадьевич, как забыть про свои проблемы? Все пишут, как решить их. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди, дорогою добра. Дорога добра, понимаете? Человек должен идти к Богу. Идти к Богу. Дорога добра означает дорога от своих проблем к помощи другим и к Богу. К вере не в себя, а в святого человека. Это дорога добра. И вот ответ на вашу записку такой, что вам надо вылечить головную боль. По крайней мере, у нас в центре мы лечим головную боль, у многих вылечилась. Ищите где-то, как где вам, по вере вам, вы почувствуете, что это ваше. И дальше вам надо понять, что радость совершенную, или вот эту вот радость, которую вы ищете, вы почувствуете только, когда пойдете другим путем в жизни. Обычно все люди идут одним и тем же путем в жизни. Они живут для себя, чтобы быть счастливыми. Но есть другой путь, когда человек ищет свет снаружи. Он когда ищет свет снаружи. Он ищет Бога, понимаете? Он ищет святость, чистоту. Бог сравнивается с Солнцем в Ведах. Потому что энергия Солнца – это божественную природу имеет. Некоторые люди на Солнце настраивают, молятся и думают о Боге. И тоже достигают Бога в это время. Потому что внутри Солнца есть божественная сила. Спаси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за Солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра. Ответил на этот вопрос. Продолжение следует...